Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» от артиста Валерия Астахова и Владимира Ямненко. Знаете, хочется вам сказать, никогда не сомневайтесь в том, что вы делаете, и не слушайте чужое мнение. Ведь не стыдно быть неправильным, стыдно быть несчастливым для себя. Поэтому будьте счастливы, подписывайтесь на наш канал, улыбайтесь, смейтесь. Всего вам самого наилучшего с нашим каналом. А мы начинаем. Я, между прочим, очень верный мужчина. Как? Ты же уже третий раз женат. Это да, но любовница-то у меня одна и та же. Мужик взял путевку в кругосветное плавание. И вот он на лайнере стоит, смотрит на океан, вокруг красота такая, штиль. Все вышли на палубу рассматривать эту красоту. И вдруг он переклоняется за борт, увидев акулу. Не удерживается на ногах и падает за борт. Акула подплывает к нему и откусывает член. Он понимает, что все, все пропало. И тут, откуда ни возьмись, появляется золотая рыбка. И говорит, мужик, я золотая рыбка. Могу исполнить одно твое желание. Он говорит, да, да. Тогда я хочу, чтобы у меня член был метр длиной и вот такой толщины. И вдруг он видит, где-то далеко в океане вдруг что-то всплыло. Он говорит, золотая рыбка, а что это? А золотая рыбка ему и говорит, это акула. Она подавилась твоим огромным членом. Друзья, хочется напомнить вам о нашем конкурсе. За лучший ваш комментарий от нас будут вам футболки с нашими лицами. Поэтому пишите комментарии в ожидании прекрасного. А мы продолжаем. Мужик едет по дороге, а сзади в салоне сидят две бабушки. И он едет со скоростью 20 км в час. Гаишник смотрит, думает, скорость разрешена 60. Чего он так медленно едет? Он подходит, останавливает машину. Подходит к водителю, представляется. Говорит, что случилось? Почему так едем? Говорит, ну как? Я по правилам еду. Только что знак был. 20 км в час. Гаишник смеется, говорит, вы что, знаки не знаете? Это же не знак сокращения скорости. Это знак номер трассы. Понимаете? Он, а, понятно. Говорит, ну а так все нормально? Он говорит, да, все нормально. Говорит, а что пассажирки такие перепуганные? Водитель говорит, а я только что съехал с трассы 210. Блин, ну вот сделал все, как написано в интернете. Чтобы выучить хорошо английский язык, поехал в Англию, там набедокурил, сел в тюрьму. Целый год на государственном содержании, среди носителей языка. Теперь в совершенстве знаю хинди, китайский, какой-то африканский диалект. А вот английский по-прежнему со словарем. Гаишник останавливает девушку, подходит с вопросом, почему она проехала на красный свет. Она на него смотрит, долго молчит, а потом говорит, я прошу прощения, товарищ гаишник, вы что, идиот? Она обалдела, говорит, не понял. Что это значит? Говорит, ну я, посмотрите на меня, я в красном платье, красная шапочка, красная сумочка, посмотрите, красные туфли, красные чулки, красная машина. И я что, как дура, поеду на зеленый? Представляешь, мой Колька сказал, что на балу я была самая лучшая зая. Да, он так и сказал, ты заебала. Пришел в церковь мужик, приходит к попу и говорит, Отец Василий, а как вам так удается? Вы недавно открыли свой приход, а у вас такой огромный приход, а молодежи-то сколько? Как вам так удается? Вы что, такие праведные лекции читаете? Говорит, на все воля Божья, ответил отец Василий, забивая кадыло коноплей. И сегодня приход будет, что надо. Хочу предупредить всех своих соседей. Если ночью вы вдруг услышите, что кто-то воет, не волнуйтесь, это не волки. Это просто у меня света нет и выключен интернет. Сидят две подруги на кухне, пьют чай. А рядом лежит здоровый бульдог такой и храпит громко. Одна подруга в другую глянула и говорит, ты знаешь, я не знаю, что делать. Вот это постоянно. Ляжет и так громко храпит. Говорит, здрасте. Ты что, ты что не знаешь этот способ? Говорит, какой? Говорит, берешь красную ленточку и вяжешь бантик ему на яйца. Все. Говорит, да ладно. Говорит, да. Нашла где-то красную ленточку. Взяла, завязала ему на яйцах бантик. Точно? Бульдог перестал храпеть. Хозяйка говорит, слушай, класс. Точно перестал храпеть. Это здорово. У меня муж знаешь, как храпит? Это вообще невыносимо. Это еще куда? А он вообще, разрываются стены. Он придет, я ему так сделаю. Точно вечером приходит пьяный муж, падает на кровать. Хозяйка подходит к нему, берет ленточку, завязывает на яйцах бантик. И тот перестает храпеть. Все, успокоились. Утром мужик просыпается, идет в туалет. Обнаруживает у себя на яйцах бантик. Поворачивается к собаке. И смотрит, у собаки такой бантик. Говорит, слышь, Тузик, я не знаю, где мы с тобой вчера шлялись. Ну, то, что заняли призовые места, это да. Пенсионерка Баба Зина в музее восковых фигур три часа жаловалась фигуре Сталина на этих блядей. Я стараюсь общественным транспортом не ездить, но тут пришлось. Захожу я как-то в маршрутку, ну, буквально вот на днях. Ну, и так заплатил за проезд. Встал и смотрю, сидит девушка. Молодая такая, симпатичная, беременная, живот огромный. Ну, юбочка настолько короткая, что я боялся между ног к ней заглядывать, честно говоря. Настолько короткая юбка. Ну, тут на очередной остановке заходит дедушка, пожилой такой. Ну, я встал, уступил ему свое место. Он сел напротив этой беременной девушки, окинул ее взглядом с головы до ног, а затем к ней обращается, говорит, поздравляю, внученька, сынок у тебя будет, да? Она с радостью такой говорит, ой, дедушка, спасибо. Откуда вы знаете, что сынок? Он говорит, так вот, смотрю, бородку видать. Ну, вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну, а пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова